Приветствую вас. Давайте немножечко суммируем или резюмируем все, что вы написали. Написали вы, в общем-то, то, что у вас была девушка, с которой вы встречались, которая от вас зависела, которая вас, очевидно, нуждалась, нуждалась довольно сильно. Вы ее не ценили, когда она вас нуждалась, видели в ней Петру, гуляли с другими девочками, при этом не желая отпускать Алену. Ну а потом, когда она выразила желание жить, наконец, своей жизнью, потому что я видела, что с вами у нее ничего не получается, вот, вы ее отпустили. Ну, я думаю, что отпустили вы ее, думаю, что она вернется к вам, вот, ну рассчитываем, что она вернется к вам, вот. Или будучи уверенным в том, что она никуда не денется, вот. Почему-то я думаю, так. Вот, почему-то мне так показалось. Значит, дальше Алена встречает другого мужчину. Вот, вы с ней какое-то время встречаетесь на расстоянии. Вот, вы не можете определиться, как вы относитесь к ней, вроде бы она вам нравится, вот, а вроде бы и нет, вроде бы вы хотите быть с ней, а вроде бы и нет. Вот, значит, ну и дальше она говорит вам о том, что встретила другого человека, вот. И, соответственно, вы ее отпускаете, при этом вы встречаетесь с другой девочкой, в это же примерно время, вот, выкладывает, выкладываете в социальную сеть, я так понимаю, видео, вот. Алена это видит, и у нее попытка с суицидом возникает. Вот. То есть, в целом, это такие очень зависимые, получается, отношения у вас с ней. И потом она, значит, парень ей помогает, в трудную для нее минуту. Вот, и она меняется. Она меняется, она добивается, она становится кем-то. Вот. И постепенно ее ценность в ваших глазах увеличивается. Увеличивается вплоть до того, что вы начинаете активно ей завидовать. Завидовать тому, что она достигла чего-то, только не с вами. И очень сильное непринятие себя я вижу в вашем тексте, в вашей истории очень сильное непринятие себя. Прям чувствует, что вы себя, прям, не принимаете, прям, обесцениваете очень сильно. Вот. Свои желания вы обесцениваете, свои чувства, свои потребности вы обесцениваете. Вот. Но, вместе с тем, вместе с тем, плотно связываете их, свои желания. С тем, вместе 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 с Во всем очевидно, что речь идет о том, что вы не можете себя реализовать, что не получается себя реализовывать, что у вас не выходит это делать, что вы не можете заниматься тем, что вам нравится, что вы не реализуетесь, что вы находитесь постоянно в поиске чего-то. Вот, и соответственно, отношения у вас, ваши отношения, как и материальная помощь Алене, мне видится только вот в контексте, да, в контексте именно какой-то вот реализации, какой-то вот попытки реализовать себя, да, вот, такого желания что-то доказать себе, людям, ну, наверное, себе, скорее всего, себе, вот, стремление такое доказать что-то. И, как следствие, завышенная важность девушки сейчас, когда она стала кем-то, потому что, ну, вот, вот вы себя вините именно из-за того, что, что не получается, не получается вас реализоваться, и вы упустили этот шанс для себя реализоваться через девушку. И вы себя вините. И вы обижены. Такая вот, знаете, ну, в некоторой, в некотором смысле достаточно такая детская обида немного. Ну, вот, на то, что вот вам не дали того, что вы хотели, вам не дали того, что вам нужно, вам не дали того, что, ну, того, что вы заслуживали, вы не реализовали. Вот. По сути, это детское поведение, это детское состояние, это безответственность, личная безответственность, то есть вы можете быть ответственны сами, да, но у вас сильная безответственность на психологическом уровне. Вот. Не менее важный момент заключается в том, хотя вы об этом упомянули вскользь всего лишь, что вы для родителей все. Это очень плохо, когда ребенок все для родителей. Вот. Это обесценивает самого ребенка, обесценивает его личность, делает его не самостоятельным, делает его зависимым очень сильно от других людей. Вот. Что с вами, собственно говоря, и происходит, что с вами, собственно говоря, и получается. То есть вот это вот, то есть вот это вот все, да, вот эта вся история, это вот именно про это, то про то, что вы себя обесцениваете как, ну, как личность, как личность. То есть сами по себе, без кого бы то ни было, вы ничего не значите. Вот. А что для родителей вы все. И единственное, что останавливает вас от суициданных, ну, от суицидов, это то, что ваши родители, вот они, ну, они будут переживать, да, они расстроятся. Ведь, да, ведь для них вы все. Понимаете? Вот. То есть вы чувствуете себя как бы обязанным им. И вроде бы здесь это вас выручает, удерживает от суицидов. Но с другой стороны, это же вас делает очень несвободным. Потому что как так, я не удовлетворил, не оправдал их ожиданий, которые вот они, ну, имели, да, ничего не сделал, не реализовался. На глубинном уровне, ну, на глубинном уровне ситуация, скорее всего, происходит вот в таком ключе. Вот. Хотя, понятно, что, ну, в той или иной степени, да, я могу ошибаться и быть не прав. Вот. То есть вина у вас глобальная перед собой за то, что вы не реализовались. И это не классическая, наверное, любовная зависимость, то, что вы описываете, вот, в своем письме. Это, вот, наверное, все-таки история о том, что вы не реализовались сами. Вот. Значит. Чувство вины. Чувство вины – это агрессия, не выраженная агрессия. То есть вовремя вы свою агрессию, то есть вот, защиту своих личных границ не выражили, не апроектировали. Батия – это, соответственно, подавление конструкции должен, то есть я должен был, мне надо было, такая вот история. Не хочу, да, должен был, надо было. Мне сейчас очень плохо походи на паническую атаку. Не, ну, паническая атак немножко немножко другое. И дело в том, что я очень жалею, когда остался с девочкой, с невыносим грустное жаление, вам надо себя простить. Плюс, там, я не знаю, не понимаю, кто я, если говорить про основу. Да, и вот с этим, собственно, и люди начали разбираться, Кирилл, кто вы. Чем вы, чем вы хотите пониматься по жизни, какие у вас ценности, как у вас, где, где ваши реализации, где вы, как личность. Расстались около двух лет, но виделись примерно год назад в последний раз, и вот в это время, да, вы переживаете. Про меня после этого, можно будет сказать, что так мне и нужно, и сам виноват, и я это более чем понимаю, наказывают себя за это. Вот вы не имеете никакого права себя, ни обвинять, ни наказывать, потому что вы ни цедя, ни прокурор. Вот, а следующие суждения, которые у вас есть, это всё оттуда, из родительского позиции, из позиции ваших родителей, скорее всего. Я чувствую, что я стал другим человеком, каким ненавидит себя в прошлого, значит, не принимаете себя, не принимаете свой опыт, а значит, вы не изменились. Меня буквально выворачивает даже не за себя самого, но даже в этом случае, я думаю, меня можно простить. Так, простите себя. Вы говорите, у вас многие простить, но вы сами же себя обвиняете и наказываете, значит, нельзя. А если вы себя сами не простили, почему вы считаете, что кто-то другой должен простить? Опять же. Какой, опять же, идеальный вариант развития событий у вас? То есть, как это происходит? Девочка вас вращает и возвращается к вам или как? А что если она вас не простила, потому что она не обижалась? Просто чувства угасли или поменялись? Так, хотя бы, хотя я бы наглотал сюда таблетки, если бы не родители, их будет жалко, я для них всё. Вот. Жалко родителей, да? То есть, это, опять же, возвышение такое вот, неосозненное или в пыле полуосознанное возвышение над родителями. Да? Мы стали жить вместе с Алёной, когда у меня появилась квартира, и уже в скором времени она начала меня раздражать. Чем? Чем? Да? Вы боитесь близости, вы не умеете находиться в близких отношениях, потому что у вас, как у любого человека, который является всем для родителей, нет лишних границ. Эм, так, значит, я чувствовал, что хочу ещё гулять, но отпускать её я не хотел, всё-таки заботился, не оберегал, но, скорее, относился к ней, как земля, не девочка, и было, скорее, её няли, как земля, сколько от этого. Опять же, да, возвышение себя над другим человеком. То есть, всё как с родителями. А почему не хотели отпускать? Вы об этом ничего не пишите. В итоге я встретился с другой, и просто встретился и не с одной. Что значит, просто встретился и не с одной. Тут, тут, тут. Поподробнее немножко. Моя девочка об этом скоро узнала. Было видно, что она нанесла с ней на огромную травму. Так, пусть она скоро уехала в Петербург. Мы с ней говорили, мы говорили с ней до этого, что можно будет туда переехать, город над собой. Но с ней уехала, а вы нанесли огромную травму. Чего вы это решили? Я к ней приезжал пару раз, там был секс и прочее, и она очень переживала, что я уезжаю. А почему, почему вы уезжали? Пару раз она приезжала, и она, в последний раз она уже в поезде перед ответом спросила, что там есть один парень, которым она могла бы попробовать. То есть, я должен был решить в этот момент окончательно, что решить окончательно. Значит, чувства так не работают. Если есть сомнения, значит, это уже не чувства. То есть, если наобраны. Тогда я сказал, что лучше ей быть с ним, и она уехала. Почему вы так сделали? Я дальше живу в своей жизни, вроде как были мечты и стремления девушки, но ничего серьезного. То есть, вы считаете свои мечты и стремления не серьезными? Почему? Она занялась встречаться с девушкой, она выложила историю в инстаграм со мной, а то видео увидел Алёнь, тогда я это сделал окончательно, она пыталась покончить с собой. Так как она пыталась покончить с собой, если вы сказали ей, чтобы она была с парнем? То есть, о чем идет речь? По-моему, именно после этого она изменилась, и ей помогал, наверное, этот парень. То есть, вы не считаете, что она сама вот могла, значит, ну, грубо говоря, сделать себя как-то? Так, она стала жить с ним. Откуда вы это знаете? Представляете, мне я все время помогал неплохо материально. Зачем? В долг, как-то говорю изначально, но позже я просто забыл про эти деньги. Почему? То есть, это перестало быть долгом или что? Одна должна приезжать, но уже другая. Зашла ко мне, мы поговорили, видно, что я ей не нужен, поговорили, она скоро уехала. А вы ожидали, что вы ей нужны или что? Я приезжал прошлым летом в Петербург, делал операцию, мне было хорошо, я не переживал, наслаждался городом, гулял, встретился с ней. Мы просто погуляли, разошлись, и мне вроде было хорошо, ничего от нее не нужно. Я не верю, что вы чисто случайно с ней встретились. В конце прошлого года я ездил в Петербург снова. Зачем? Она была не против увидеться, но для того, чтобы обратно навсегда все решить окончательно. Я понял, что это уже конец, и не хотел такой встречи, потому что явная неприятность ему для разговора. И я уехал в скорой. Пока раз вы не расстались уже, то это длилось уже годами. Страх странно, какая тема, если вы фактически были не вместе, она фактически жила с другими. То есть такое ощущение, опять же, что вы иллюзиями живете. Так, и боитесь, боитесь, правда. Специально не доходил мне на страницу в соцсетях, дабы не расстраиваться, я увидел с ней какие-то ее фото, не помню, все равно чувствовал, но это очень был негатив. Так, а из-за чего? То есть вы избегаете своих чувств, но... Это же не вариант, то есть из-за чего они возникли. Сегодня я не сдержался, зашел на ее страницу, меня просто прибило, мне стало нечем дышать, я не знал, что сделал, куда смотреть, не хотел ничего слышать. Так, значит, не хотел ничего слышать, дышать, видеть никаких звуков, вообще, наверное, из-за того, чтобы у нее все хорошо сложилось, хотя я так и хотел, чтобы у нее все было хорошо, поэтому я предложил ей остаться с Никитой. А заделал меня сейчас тот, что она набрала популярность на Ютуб и Инстаграм, что это не со мной, а почему это должно было быть все с вами? И был в этот момент с ней другой человек, возможно, он ей с этим помог. И что? Мне говорят, что хоть не знаю какой-то факт, но недавно она видела, что я заходил на странице и написал, то я могу и писать в праздник, а что хотел, а что вы хотели. Из-за чего вас выворачивает этот факт, то есть что вы чувствуете, из-за чего? Давайте проанализируем ваши чувства. То есть получается, вам не следит за мерзкое чувство, да, или я не понимаю, да, вы завидите, но вы завидите лишь потому, что вы сами ничего не делаете, вы сами обесценивали свои стремления и желания, как вы сказали. Еще это постоянное воспоминание о ней везде, в квартире, музыке, фильмах, словах абсолютно везде, тогда я был для нее всем, и я это видел. А когда стали вот эти вот воспоминания, напоминания о ней проявляться, то есть вы говорили, что вы жили нормально, все хорошо, встречались с другими девочками, у вас были мечты, стремления, и, судя по всему, ничего не напоминалось. Когда стали напоминать? Я теперь сам ни с кем не хочу быть, девочки стали вызывать меня отращения, почему, из-за чего, что мне делать, чтобы что, как унять эту боль, ее нужно принять и трансформировать в опыт. Боль настолько, что в эти моменты чувствую, будто я наполнен какой-то шелч, и хочется просто растворить вещество, ну то есть избежать, как вы делали до этого. Это не беда словами, голова забивается звуками, а также и конструкции, мысли, вот с минальными сожалениями, понимание, собственно, ни к чему, ни к чему, ни к чему, ни к чему, ни к чему. Но, опять же, это обесценивание себя. И детская позиция, там, когда вы говорите, что хочет, чтобы кто-нибудь помог, кто-нибудь просил, ответил, в то же время ненавидит человека, а тогда больше всего такое чувство, то даже если хоть в самый момент умереть, это боль еще долго не уйдет, не уйдет. Ну, это, понятно, эффект, такой аффект, вы сейчас переживаете, аффективное состояние, но в целом это состояние безответственности. То есть ожидание, что вы не самостоятельны. Меня ничего уже давно не радует жизни, ни музыка, ни любимые фильмы, ничего. А давно это сколько? То есть вы говорите, что вы только сегодня это сделали, а сегодня только не взглянули, дошли на ее страницу. То есть давно это сколько? Ничего не радует. Почему опять? Походим на депрессивное состояние. Если есть подозрение на депрессию, то можете обратиться к врачу. Алена мне всегда пыталась помочь и говорила, что у меня все получится, предлагала помощь и помогала. И именно поэтому у вас не было к ней влечения, вы воспринимали ее как сестру, потому что она была для вас с родителем. Я вижу, сейчас только выход, только один выход. У меня не страшная смерть через таблетки, но не знаю, что в этом случае будет с родителями, если бы их не было. Я бы, наверное, уже давно это сделал. Но, опять же, здесь вы себя обесцениваете и, в общем-то, вам для себя, по сути, ничего не надо. Поэтому вас вызывает такую боль, что человек добился чего-то без вас. И из чего вы решили, что Никита во всем этом участвовал. В общем, Кирилл, я предлагаю вам подумать обо всем, что я сказал, сформулировать запрос к психологу и уже над этим запросом работать. Так, если вы не можете и не можете сформулировать запрос к психологу, то, соответственно, на беседе можно будет помочь вам его сформировать. Вот, если вам очень тяжело физически и психологически, вы можете обратиться к врачу для того, чтобы вам выписали соответствующие препараты, которые облегчат ваше состояние. Но психотерапия вам необходима. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго и удачи!